Клоуны, лифты-убийцы, природные катаклизмы, сбой в матрице, НЛО, привидения, невероятное разрушение, то невероятных случаев, снятых на камеру. Погнали! Начнем с этих странных кадров, заснятых камерой видеонаблюдения. Мы видим дорогу, по которой движутся мотоциклисты. Они сворачивают налево, где ясно виден бордюр. Однако, все участники дорожного движения исчезают за ним. Они словно проваливаются в него. По всем канонам, они должны врезаться в него и отлететь на дорогу или перелететь через него. Но они плавно едут в него, словно где-то там есть съезд. Как думаете, что это? Глюк в матрице? Доказательство телепортации или, может, обычный монтаж? Ситуацию с мотоциклистами действительно можно списать на монтаж, однако. На дорогах по всему миру происходят и другие загадочные эпизоды. Например, аварии на ровном месте. И я не имею в виду, что эти аварии случаются по глупости. Они буквально возникают из ничего. Например, эта красная машина едет по пустой и гладкой дороге. Как вдруг во что-то врезается. Мы видим, что врезаться она могла разве что в воздух. Однако, серьезные повреждения налицо. Такое чувство, будто произошло лобовое столкновение с другой машиной. Но ближайшая машина находится в метрах сорока оттуда. Некоторые объясняют это видео столкновением с машиной-призраком. Но, как во мне, это идеальный пример реального сбоя в Матрице. Летающие машины. Люди на протяжении многих лет говорят о том, что в будущем мы будем путешествовать на летающих машинах. Кажется, будущее уже наступило. Машины уже вовсю летают. Взгляните сами. Правда, объяснить это новыми технологиями невозможно. Очевидно, что на кадрах происходит что-то странное. Две машины ехали обычным ходом. Как вдруг взлетели на перекрестке и начали левитировать. В видеоиграх такое иногда случается. А если мы действительно живем в Матрице, то почему бы такому не произойти и в нашем мире? Странности на дорогах происходят не только с машинами, но и с пешеходами. На этих кадрах мы видим девушку, которая собирается перейти дорогу по пешеходному переходу. Слева к ней приближаются две машины. Первая притормозила, как только девушка начала идти, а вторая лишь прибавила скорости. Обычно такое заканчивается наездом на пешехода, но в этот раз все обошлось. В мгновение ока девушка оказалась на другой стороне дороги, причем с чьей-то помощью. Знаете, как бывает в видеоиграх, когда твой персонаж лагает, а ты не перестаешь жать кнопку вперед, и через несколько секунд персонаж просто телепортируется в нескольких десятках метров от изначальной позиции. Возможно, тут произошло то же самое? Поделитесь мыслями в комментариях и смотрите дальше, потому что впереди вас ждут еще более нереальные и безумные моменты. Это видео начинается обыденно. Парень дурачится, пытаясь преодолеть часть дороги по столбикам, пока его друг ведет съемку. И вот он делает очередной шаг, но не дотягивается. Теряет равновесие и падает прямо на столбик. Кажется, что через мгновение он серьезно напорится на него и получит неприятные повреждения. Но тело парня проходит сквозь столбик. Такое ощущение, что он на секунду стал бестересным призраком, и это спасло его от травм. Это видео сложно объяснить. Может, это очередной баг в матрице, а может глюк в самой камере? Камера видеонаблюдения, установленная на улице, засняла двух парней, которые шли в ее направлении. Съемка идет покадрово, поэтому все можно рассмотреть в деталях. На первых кадрах они ничем не выделяются, но по мере того, как подходят ближе, их лица сменяются на нечто жуткое. Когда они оказываются прямо у камеры, мы можем увидеть их внешний облик. Они больше похожи на гуманоидов или иных подобных существ, нежели на людей. Киарцеглюк в матрице на несколько секунд преобразил их внешне. Когда вертолет взлетает, у него очень быстро крутятся лопасти. И про это знают все. Но как вам такое? С виду это обычный вертолет, но посмотрите, его лопасти не вращаются, несмотря на то, что он взлетает. Мы четко видим, что вертушка находится в движении и набирает высоту. Но как такое возможно? Вообще, хоть это и можно списать на глюк в матрице, но такой феномен объясним. Скорее всего, частота кадров камеры совпадает с частотой вращения лопастей вертолета. Поэтому кажется, что лопасти не вращаются, и получается такая оптическая иллюзия. Хорошо, но как тогда объяснить это? Здесь мы видим уже самолет, и он завис в воздухе. Хоть оператор и немного дергает камерой, но стоит на месте. Да и частота кадров камеры вряд ли совпадает со скоростью самолета, ведь съемка, скорее всего, ведется на простой смартфон. Объяснить следующее видео еще сложнее, чем предыдущее, ведь на нем творится что-то паранормальное. Двое парней рыбачили на реке, находясь в лодке. Когда увидели лося и включили камеру, еще бы, этот лось умеет ходить по воде, точнее бегать. Он бодро выбежал из леса, перебежал реку и оказался на другом берегу. Да, такую пробежку можно списать на глубину реки. Можно сказать, что лось перебегал реку вброд, а значит, там было мелко. Но это предположение портит лодка. Ведь если бы река действительно была мелкой, то как рыбаки смогли бы так лихо нестись по ней на лодке? Судно давным-давно село бы на мель, и, как по мне, это мистическое видео можно объяснить только глюком в матрице. Не менее загадочное видео, снятое камерой наблюдения. Перед нами обычная парковка. По ней движется фургон. Он проезжает две припаркованные машины, и вдруг в кадре появляется человек. Но мы все четко видели, что его там не было. Он не мог выбежать из заросли, и он буквально появился из ниоткуда в одно мгновение. Причем обратите внимание на то, что он стоит ровно. Словно очутился на этом месте только что. Да, конечно, этому можно найти свои объяснения. Например, этот человек мог выпрыгнуть из фургона в стере спецназовца прямо на ходу, но согласитесь, это звучит странно. В этом случае глюк в матрице кажется более логичным объяснением. Кто-то появляется из ниоткуда, а кто-то исчезает в никуда. На этот раз этим кем-то стал обычный кот. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как хвост отойдет по своим делам, и когда приближается к стене, словно растворяется в ней. Что еще более странно, он словно трансформировался. Обратите внимание на силуэт, который появился сразу после того, как кот пропал. Может, это не глюк в матрице, а демонстрация суперспособности котов. И вот еще один фрагмент с котом, но уже с другим. Теперь мы видим обратный процесс, как кот появляется из ниоткуда и бежит в сторону камеры, исчезая за кадром. Как видите, помимо машины, во дворе никого и ничего не было. Судя по кадрам, кот не выбежал из-за машины или из зарослей. Он буквально возник на ровном месте. Глюки в матрице действительно есть, и следующее жуткое видео вас в этом окончательно убедит. Здесь мы видим обычного ребенка, который играет с зеркалом. По отражению видно, что он смотрит в камеру. Вскоре мальчик решает повернуться к камере, но его отражение остается на месте. Более того, отражение становится дьявольским. Глаза мальчика в зеркале нарываются темным цветом, а сам он злобно смотрит в камеру. Жуткое зрелище длится пару секунд, но затем отражение приходит в норму и копирует движение реального мальчика. Что вы скажете насчет этого и других видео? Может, мы и правда живем в матрице, где периодически происходят сбои, глюки и лаги? Как-никак об этом могут свидетельствовать не только видео и фотографии, но и теории. Предположения и факты, которые заставят вас иначе относиться к миру. Смотрите дальше, чтобы узнать об этих теориях. Современные компьютеры способны создавать симуляцию и моделирование различных событий. Хотя относительно недавно они были способны лишь на вычисление примитивных операций. То же самое можно сказать про наши телефоны. Современные смартфоны невероятно мощные, способны делать то, о чем пару десятилетий назад мы могли лишь мечтать. Технологии движутся только вперед, а значит, еще через несколько десятилетий компьютеры будут настолько мощными, что смогут создавать сверхреалистичные симуляции. Не исключено, что в этих симуляциях будут разумные существа, которые не поймут, что находятся в матрице. То же самое можно сказать и про нас. Математики и программисты говорят, что все, что угодно можно выразить в цифрах и числах. Математика лежит в основе двоичного кода, с помощью которого пишутся программы, включая симуляции. То есть всю нашу вселенную при желании можно разложить на цифры. А это может доказывать тот факт, что мы находимся в симуляции, написанной какими-то высшими существами. Ведь если мы можем разложить что-либо на числа и коды, а также создать симуляцию, то почему другие существа не могут? Вла нашей вселенной. Нам в ней досталось удивительное место. Настолько, что иногда с трудом в это верится. Наша планета расположена на идеальном расстоянии от Солнца. За исключением полюсов и отдельных регионов, на нашей планете не холодно, но и не очень жарко. У нас есть защита от радиации, вода, еда и многое другое. Доподлинно известно, что разумная и развитая жизнь существует только на Земле. Возможно, нам повезло, но возможно еще и то, что кто-то создал для нас эти условия – симуляции. Вселенная огромная, а значит, разумная и развитая жизнь однозначно существует не только на нашей планете. Но почему инопланетяне до сих пор не вышли с нами на контакт? Было много свидетельств НЛО и очевидцев, пришельцев. Но на 100% существования инопланетян все же не доказано. Но почему? Теоретики считают, что если развитая жизнь должна быть во многих местах Вселенной, но есть только на Земле, то мы находимся в симуляции. Видимо, тот, кто отвечает за моделирование, просто решил понаблюдать за тем, как люди действуют в одиночку. Но не исключено, что другая развитая жизнь все же есть. Причем не только в других галактиках, но и в других вселенных. Сторонники теории симуляции часто обращаются к теории о параллельных мирах и мультивселенных. По их мнению, параллельные вселенные – это что-то вроде новых профилей для одной и той же игры. Создатель всегда играет в одну и ту же игру, но под разными профилями, тестируя различные события. Точно так же, как мы делаем это в видеоиграх. Этому есть и другое объяснение. Для создания симуляции и моделирования необходимо постоянно проводить тесты. При создании такой сложной симуляции, как Вселенная, не может не возникнуть ошибок, поэтому каждая новая параллельная вселенная – это пофиксенный мир с исправленными багами. Возможно, мы живем в наилучшей симуляции. Возможно, наш мир – неудавшийся профиль, которому далеко до идеала. Расширение Одними из самых важных вопросов для науки и человечества являются вопросы о расширении и появлении Вселенной. Есть известная теория о Большом Взрыве, который стал началом всех начал. Эту же теорию можно трактовать с точки зрения симуляции. Если так, то Большой Взрыв стал запуском симуляции, или видеоигры, кому как больше нравится. Теоретики считают, что наша Вселенная расширяется из-за постоянного обновления и добавления различных модификаций. Подобное можно сравнить с обновлением игр, когда в них добавляют новые локации, в результате чего появляется новый игровой мир. Таким образом, сторонники теории Матрицы уверены, что наши создатели могут подобным образом расширять Вселенную. То есть она растет из-за того, что симуляция дополняется, обновляется и совершенствуется. Если это действительно так, интересно, есть ли предел этих обновлений. Это загадочное видео было снято в Сингапуре в 2008 году. Два офисных работника направлялись на свое рабочее место в ночную смену. Когда они заходят в лифт, все кажется совершенно обычным и нормальным, хотя наблюдается небольшой короткий сбой в работе камеры наблюдения. Правда, когда мужчины достигают своего этажа и выходят, за спиной одного из мужчин появляется что-то сверхъестественное, похожее на демоническое существо. Оно словно выходит из ниоткуда, так как существо явно не стояло позади работника всю поездку, ведь мужчина опирался на металлическую стену лифта. Можно даже увидеть отражение его рубашки от стены на протяжении всего времени, что мужчины находились в лифте. Существо появляется сначала в отражении, но тут же словно следует за ничего не подозревающими мужчинами, как только они выходят из лифта. Они до последнего не осознавали произошедшего, пока охранник не показал им пугающую запись с камер. После этого они еще долго не могли оправиться от шока. Призрачный демон Это видео также было снято в Сингапуре, но уже в 2020 году. Женщина едет на лифте одного из жилых домов, когда внезапно видит что-то странное. В стеклянной двери можно заметить проходящую мимо темную фигуру. Тогда эта бесстрашная женщина решается спуститься по лестнице и посмотреть, что это была за тень. Она спускается на несколько этажей, но когда слышит какой-то звук на лестничном пролете над ней, она останавливается и смотрит вверх. И тогда на лестнице над ней можно увидеть ужасающую темную фигуру. Призрак движется нечеловеческим образом вниз по лестнице, следуя за женщиной. Последняя забегает в лифт, но сколько бы раз она не нажимала кнопку закрытия двери, лифт не уезжает. Кажется, будто он одержим этим духом и не позволяет дверям закрыться. Затем растерянная и напуганная женщина выбегает из кабины, но как только она это делает, то оказывается лицом к лицу с той самой темной призрачной фигурой. Вопрос в том, что это была за фигура, и как она управляла лифтом, когда рядом ее не было. Уже более двух лет происходящее на этом видео остается необъяснимым. А это видео было снято в городе Фуджоу, Китай. 16 ноября 2018 года мальчик, ожидая отца, пытался задержать двери лифта. Устав от этого утомительного процесса, он решил передохнуть и использовать свой зонт, который как раз у него был с собой. Но у него ничего не вышло, так как ручка от зонта была слишком тонкой, чтобы остановить тяжелые двери. Вдруг лифт резко закрылся и ушел в свободное падение. Но, к счастью, с мальчиком все в порядке. К счастью, в скором времени подоспела спасательная команда и вытащила мальчика из лифта. Когда дверь открыли, зонтик выпал. А мальчик был в растерянности не только потому, что застрял, но и потому, что затем ему пришлось бы объяснять причину происшествия своему отцу и команде спасателей. Одержимый лифт Наверняка у большинства был тот самый незабываемый опыт поездки на жутком лифте в ветхом старом здании, когда невольно думаешь пожертвовать собственным комфортом и пройтись по лестнице. Это видео, скорее всего, убедит вас на всякий случай каждый раз пользоваться лестницей вместо лифта. Мы можем наблюдать, как женщина заходит в лифт, но как только дверь закрывается, по ее состоянию становится понятно, что что-то уже идет не так. Она выглядит дезориентированной и подавленной. Затем она роняет сумку на пол и хватается за голову. В какой-то момент она чувствует себя настолько сбитой с толку, что ей приходится прислоняться к стенам и двери для опоры. Выглядит это так, будто она не знает, где находится, и лихорадочно оглядывается. В конце концов, она пулей вылетает из лифта и входит в вестибюль здания, но доходит только до середины помещения, прежде чем падает на пол. Кажется, будто она видит или слышит что-то, чего на самом деле нет. Чуть позже она ложится на пол помещения, и именно тогда происходит необъяснимое паранормальное явление. Ее затаскивают обратно в лифт, из которого она вышла. Кстати говоря, все это время двери лифта были открыты, будто он ждал, пока девушка, обессилев, упадет, чтобы ее можно было затащить обратно. Некоторые люди, заинтересованные этой историей, говорили, что, возможно, эта женщина просто страдает каким-то заболеванием, но тогда странно, что до входа в лифт она вела себя абсолютно нормально. Да и если это так, то как объяснить, что ее затащили обратно в лифт? К сожалению, а может быть и к счастью, всем, кто изучал эту видеозапись, так и не удалось перейти к логичному объяснению произошедшего. А на этом видео показана страшная неисправность лифта, которой, к счастью, пассажирам удалось удачно избежать, иначе последствия были бы очень печальными. Отец и дочь заходят в лифт. Они смотрят на себя в зеркало около 30 секунд, даже не подозревая об опасности, в которой они находятся. Пассажиры выходят из лифта, но когда они это делают, он начинает вновь подниматься. Дверь не закрывается, и лифт поднимается так быстро, что всю кабину лифта начинает сильно трясти. Затем он останавливается, врезаясь в крышу, и многие панели смещаются. Непонятно, какие силы заставили лифт сойти с ума, так как это было не похоже на обычный сбой системы. Этой семье повезло как раз вовремя выбраться из лифта, иначе неизвестно, чем такая поездка могла закончиться. Неудержимый лифт Эти кадры были сняты в Чиле в 2014 году. Мужчина заходит в лифт и нажимает кнопку, чтобы подняться. Но именно в этот момент двери открываются, и лифт поднимается наверх на очень большой скорости. Мужчина понимает, что что-то пошло не так, поэтому нажимает кнопку аварийной остановки, но она не работает. И вместо того, чтобы остановиться, лифт только набирает скорость. Лифт поднимается на 31 этаж менее чем за 14 секунд, а тем временем мужчина отчаянно нажимает каждую кнопку, но ни одна из них не работает. В конце концов, единственное, что останавливает лифт, это крыша. К счастью, с тем мужчиной все в порядке, но это видео может заставить каждый раз обдумывать свое желание поехать на лифте. Интересно, как далеко мог бы зайти этот лифт, не остановив его крыша? Смог бы он пробить крышу, если бы та не была очень прочной? А ведь такое уже в какой-то степени происходило, и следующее видео это подтверждает. Смотрите дальше. Этот розыгрыш смешной и пугающий одновременно. Один из самых больших страхов людей, когда дело доходит до лифтов, это то, что лифт сломается и упадет вниз по шахте. Здесь все иначе. Когда ничего не подозревающие люди заходят в, казалось бы, обычный лифт, он начинает двигаться вверх. С одной стороны лифта есть стеклянное окно, которое показывает здание снаружи. Однако все не так, как кажется. На самом деле это не окно, а экран, который начинает имитировать эффект взлета лифта. Сам лифт начинает трястись, чтобы эффект был более реальным. Вы можете увидеть на кадрах, что пассажиры, которые находятся в лифте, испуганы и начинают в панике цепляться друг за друга. Хотя это абсолютно естественная реакция. Каждый среагировал бы подобным образом. Если вы любитель кошек, то вам точно понравится следующее видео. Кошки известны тем, что заставляют людей делать все за них. Но, тем не менее, они также любят гулять и исследовать окружающую местность сами по себе. Эта рыжая кошка настолько избалована, что не тратит свою энергию и силы на прогулку вверх по лестнице, чтобы вернуться в свою квартиру. А вместо этого предпочитает воспользоваться лифтом, дождавшись, пока кто-нибудь вызовет его. Что еще более удивительно, так это то, что кошка слепа, но при этом точно знает, на какой этаж ей нужно. Это видео начинается с того, как мужчина заходит в лифт и едет, ожидая своей остановки. Можно заметить, что он жует жвачку, и, кажется, ничего странного не происходит, пока лифт не останавливается, и жвачка не вылетает у него изо рта. При этом еще и отскочив от стены и приземлившись на пол, мужчина быстро проверяет, не смотрит ли кто-нибудь на него. Перед тем, как поднять и вернуть жевательную резинку обратно в рот, ужасен не только сам факт того, что он поднял ее с пола, а еще и то, что он посмотрел, не заметил ли кто-нибудь этого. Правда, мужчина быстро осознал, что попал на камеру видеонаблюдения, и после этого его лицо выглядит довольно смущенным. Помимо ситуаций в лифтах, можно посмотреть и на сами лифты. К тому же в мире можно найти полно необычных, на которых вы захотели бы прокатиться. В заключении давайте посмотрим на самый крутой лифт в мире, который вас точно впечатлит. Лифт Хаммедшванд в Швейцарии. Самый высокий внешний лифт в Европе, и он был построен еще в 1903 году. Этот лифт соединяет зрелищную скалистую тропу со смотровой площадкой на горе Бюргеншток, с которой открывается превосходный вид на Люцернское озеро. Первоначально шаткое лифтовое отделение было изготовлено из дерева и простого листового металла. В настоящее время, после нескольких капитальных ремонтов, лифт реконструирован из прочнейшего металла и стекла, но все же выглядит немного хрупко. Также была увеличена скорость подъема, и теперь менее чем за минуту Хаммедшванд способен поднять пассажиров на высоту 153 метров. Лифт Байлун, расположенный в Китае, также называют лифтом «Ста драконов». Это стеклянный лифт с тремя кабинами, построенный на склоне горы в национальном парке Джанзиадзе. Высота лифта достигает 330 метров. На данный момент это самый высокий и самый тяжелый внешний лифт в мире. На высоту 330 метров он поднимается около полутора минут. Сами фото лифты, конечно, ошеломляющие. Благодаря стеклянным панелям, пассажирам дается возможность увидеть невероятный пейзаж массивных столбов из песчаника. Поскольку территория заповедника считается сейсмоопасной зоной, то система лифтов была дополнена датчиками землетрясения. В случае опасности они должны в кратчайшее время эвакуировать всех людей со смотровой площадки. Кроме того, Байлун – самый мощный лифт на Земле. Несмотря на то, что строительство лифта вызвало немало критики со стороны экологов, уже более 20 лет он остается одной из главных достопримечательностей заповедника. Скай Тауэр А этот лифт, расположенный в радиобашне Окленда, Скай Тауэр в Новой Зеландии, явно не предназначен для тех, кто боится высоты. Особенность этого лифта в том, что у него стеклянный пол. Он способен поднимать посетителей на высоту 328 метров за 40 секунд, а его скорость составляет 18 километров в час. Этот лифт даже больше похож на своеобразный аттракцион, чем на обычную грузоподъемную машину. Скорее всего, любителям экстрима такой способ пощекотать нервишки пришелся бы по душе. В 2004 году американские воздушные силы во время тренировок запечатлели неопознанный летающий объект, который не был похож ни на самолет, ни на вертолет, ни на какой-либо другой известный человечеству воздушный транспорт. Сперва просочившаяся в сеть видео вызвала бурные обсуждения среди зрителей, большая часть которых верила в то, что это фейк. Однако спустя более 10 лет возникло еще два ролика подобного характера, а через короткий промежуток времени все три этих видео были выложены в сеть уже Пентагоном. По словам представителей Министерства обороны, видео решили опубликовать официально, поскольку в них не нашли ничего, что могло бы подвергнуть системы обороны опасности, или же помешать будущим расследованиям в области неопознанных летающих объектов. При этом в Министерстве подтвердили, что объекты на видео все еще считаются неопознанными, даже спустя столько лет. Вполне вероятно, что мы с вами видим реальных пришельцев. Кто-то видит в небе очень красивые природные явления, другие замечают следы от реактивных двигателей самолетов, третьи натыкаются на НЛО, Ну а самые везучие встречают человека с джетпаком, который насмотрелся фильмов про супергероев и летит на зов долга. Ну а если без шуток, то это похоже правда. Инструктор летной команды случайно увидел на высоте более 90 метров настоящего человека, летящего на своем реактивном ранце. В то же время многие СМИ и обычные зрители не упускают и варианта с привычным всем дроном, или же иным объектом, похожим очертаниями на человека. Любопытно в этой истории и то, что парня с джетпаком уже видели в той же самой местности несколько месяцев назад. Тогда он попался на глаза пилотам авиакомпании, однако найти его или выследить у власти не получилось. Тем не менее, исключать, что это было НЛО или что-то иное, неизвестное человечеству, тоже не стоит. На видео обычные пассажиры авиалайнера заметили из иллюминатора странный темный объект, который будто стоял на месте, а после, выровнявшись с пассажирским самолетом, полетел рядом с ним. Многие стали верить, что это НЛО или вообще не воздушный транспорт. Но таких предположений стало куда меньше, как только выяснились новые подробности. Оказывается, несколько лет назад уже были сняты идентичные кадры. На них был самолет ВВС США, а такой эффект возник из-за того, что американские истребители взлетают под углом, чем и объясняется странный наклон объекта. Вот еще одно видео, снятое пассажирами во время полета. Это произошло в Казахстане. Очевидец на фоне восхитительного заката запечатлел непонятный красноватый и прямоугольный объект, который отчетливо был виден вдалеке. Не понимая, что это было, пользователь выложил видео в сеть и стал бурно обсуждать его с подписчиками. Кто-то уверен, что оператор снял новое природное явление неизвестной науки. Другие стали утверждать, что это могла быть крыша одной из местных высоток. Ну а третья часть домашних аналитиков остановила свой выбор на НЛО. В любом случае, никакого четкого и ясного ответа ни от подписчиков, ни от ученых получить не удалось. Может быть, с этим справитесь вы? Напишите, что по-вашему засняли из самолета. Часто в небе можно заметить следы от самолетов. Так нет. Причем их видно не только с борта воздушного транспорта, но и с земли. Однако, то, что удалось запечатлеть оператору следующего видео, действительно вводит в заблуждение. Вроде это похоже на обычные следы от реактивного двигателя. Но тут же встает логичный вопрос, почему самих самолетов не видно. Более того, следы идут равномерно. Как будто это щупальца огромного кальмара или что-то вроде того. В общем, с уверенностью сказать, что именно это было, не получается. Я рад бы поверить в теорию про реактивные двигатели, но отсутствие даже намека на сам самолет не дает мне этого сделать. Дроны очень быстро стали популярными и также быстро стали запрещенными. По крайней мере, просто так на улице ты уже ничего на них не поснимаешь. Тем не менее, какие-то умельцы из Англии пробрались к старинному замку Беркли, постройка которого датируется аж 11 веком. Само собой, за столько времени там не могли не завестись призраки, подумали энтузиасты. Подняли дрона над замком и в первые же секунды сняли нечто шокирующее. Фигура, похожая на всадника, на коне промчалась вдоль дороги и исчезла в небытие. Как вы думаете, отснятый материал это правда или перед нами очень хорошо смонтированный фейковый видос? Вы что-нибудь знаете о северном сиянии? Думаю, все его видели, но мало кто имеет представление о том, как оно появляется. На самом деле, тут все просто. На Землю постоянно светит солнце. В зависимости от его интенсивности, звезда выделяет солнечный ветер, поток частиц, устремившихся на нашу планету. Когда они подходят к ней слишком близко, те сталкиваются с магнитным полем, которое меняет траекторию их полета. Таким образом, солнечный ветер летит по неким линиям вдоль Земли и входит в верхние слои атмосферы, где неизбежно сталкивается с атомами и молекулами газов, которые все мы прекрасно знаем. Это в основном кислород и азот. Такая реакция и провоцирует высвобождение энергии, сопровождающейся красивыми переливающимися оттенками. Именно это удивительно редко, и в то же время потрясающе красивое явление удалось заснять пилоту американского самолета, который буквально сравнялся с Северным Сиянием. Самое забавное, что в этом месте неоднократно летали его коллеги, но никому прежде не удавалось снять ничего подобного. Причина была в том, что другие пилоты летели со слишком большой скоростью, хоть и держали нужную высоту. А вот еще одно поразительное явление, которое удалось снять обычным пассажирам. Интересный факт. Зная о редкости, происходящего пилот самолета лично разрешил изменить курс и задержаться, чтобы порадовать своих пассажиров. А сделал он это, поскольку в тот момент происходило полное солнечное затмение, явление, означающее, что Луна в этот момент находится ровно перед Наблюдателем и Солнцем, загораживая таким образом яркую звезду. Ну а поскольку сама Луна светит отраженным светом, и перед затмением обращена к нам неосвещенной стороной, то перед затмением всегда имеет место новолуния. То есть Луна не видна. Может показаться, что Солнце закрывается каким-то непонятным черным объектом прямо посередине. Все становится похоже на одно большое кольцо. Слово о редкости этого явления. За год обычно происходит от двух до пяти солнечных затмений, из которых полных или кольцеобразных не более двух. Глядя на следующие кадры, каждый из вас может представить себя крохой, пребывающей в эпицентре, собирающейся вокруг сладкой ваты. На деле же перед нами уникальные кадры, снятые прямиком из глаза урагана Дориан. Диаметр явления не превышает 30 километров. Там очень тепло и очень сухо. Со стороны все кажется спокойным, но ситуация внутри кардинально отличается от той, что происходит снаружи. Перемокриндушует зверский ураган. Скорость ветра доходит до 300 километров в час. Образовалось же это чудо природы на острове Большой Багама в воскресенье 1 сентября 2019 года и, сдвинувшись на 15 километров в сторону от побережья США, остановилась. Но радоваться было рано. Уже скоро ураган намечал смещение и прошел по нескольким жилым объектам. Финальной точкой его пути стало Атлантическое побережье Канады. Число пострадавших составляло десятки тысяч человек. На очереди другие кадры с поразительно красивыми явлениями природы, которые в то же время являются разрушительными. Так на этом видео люди стали очевидцами захватывающего дух явления, именуемого Штормом. Впечатляющие виды были сняты над Мозамбиком. Не знаю как вам, но мне даже страшно подумать, что в тот момент было внизу. Наблюдаемая масса облаков явно в несколько десятков раз больше самолета. Эти сталбы из водяного пара буквально зависли в небе и протянули свои руки к земле. Это именно то явление, которое я с удовольствием пересматривал несколько раз, так как оно вызвало у меня мурашки. Далее давайте взглянем на очень красивое и в то же время страшное явление, но это только если не понимать, что именно оно из себя представляет. Называется происходящее Огни Святого Эльма. Причиной возникновения столь большого количества электрических разрядов становится облако вулканического пепла. Вообще это явление очень интересное, поскольку возникает не только в воздухе, но и на суше, а также на морских просторах. Среди пилотов событие принято считать неблагоприятным, так как маленький шанс на некоторые сбои все же есть. Тем не менее, страшным назвать его тоже нельзя. Ни пилоты, ни пассажиры от этой красоты не страдают. Следующее видео решил снять один из помощников пилота воздушного судна. Транспорт шел на посадку и должен был пройти через облака, но прямо рядом с ними, как будто провожая появился радужный округлый контур. Мне это напомнило значок Бэтмена, а вам это. В принципе, никому не пришлось паниковать или начинать думать, что именно это было. Ведь радуга никогда не предвещает беды. Тем не менее, знать об этом оптическом явлении нужно. Она носит название «Глория». Возникает тогда, когда наблюдатель находится перед источником света, а позади него есть облака. Объясняется все это отражением света, который уже был ранее отражен в капельках облаков. Если рассказывать подробнее, то это уже будет сложно, поэтому не забивайте голову. Важно лишь знать, что такое явление называется «Глория». Что оно очень красиво и что никакой опасности не несет. Поэтому при первом же его виде смело вооружайтесь камерой и зовите к иллюминатору друзей. Сколько силы, стремительности и безвозвратности таится в этом сочетании слов «извержение вулкана». Не знаю, как вы, но каждый раз, когда я слышал, что где-то произошло извержение, я очень хотел увидеть это собственными глазами, именно в момент начала процесса. Впрочем, и от этого удобного местечка на борту самолета со следующего видео я бы тоже не отказался. Пассажиру удалось снять на камеру своего телефона стул вулканического пепла в лучах восходящего солнца, выбрасываемого на высоту нескольких километров. Проснувшийся вулкан носит название «Попокатопетль» и находится он примерно в 50 километрах от Мехико. А это очень красивые кадры моря, снятые с высоты птичьего полета. Только взгляните, какие огромные волны движутся прямо в сторону пляжа. Да уж, не позавидуешь людям, которые будут там отдыхать в момент Икс. Что, поверили? На самом деле, это даже близко не волны. Перед вами редкое природное явление, представляющее собой что-то вроде тумана, равномерно распределившегося по всему периметру над Краснодаром. С земли это смотрелось, как будто рядом с городом появилось море. Интересно, какие были мысли у пилота, снимавшего такую красоту? Лично я всерьез бы запереживал за близких, подумав, что это огромное наводнение или серьезный ураган. Многие люди не любят клоунов, а некоторые клоуны буквально пугают до потери сознания. У этого даже есть научное название – колорофобия. И если в детском цирке даже колорофобы могут почувствовать себя относительно комфортно, то пугающий клоун в потемках испугает вообще любого. В 2016 году камера дверного звонка записала, как обезумевший и очень страшный клоун подкрадывался к двери. Размалеванный мужчина медленно подходит, наклоняет голову и смотрит прямо в камеру. Постояв какое-то время возле камеры и поулыбавшись, клоун уходит. Наверное, не знаю, кто именно это был. Пранкер? Человек, который решил напугать жильцов? Или же психопат, который мог наброситься на того, кто открыл бы дверь? Камера запечатлела женщину, которая подошла к двери. Несмотря на размытые изображения, основные детали видны. Женщина в белом стоит у двери. Периодически мельтешит и оглядывается назад. Не зная подробностей, может показаться, что это воровка или сумасшедшая леди, которая хочет чего-то от владельцев дома. Она действительно чего-то хотела. Помощи. Оказалось, женщина убегала от какого-то мужчины. Возможно, от своего парня или мужа-абьюзера. Она прибежала к дому и начала стучать в дверь, чтобы ее укрыли. Но мужчина ее опередил, и то, что произошло дальше, неизвестно. Испугать может не только клоун или девушка, которая ломится в дом от похитителя. Например, здесь камера дверного звонка запечатлела возгорание во дворе дома. В первые секунды кажется, что ничего страшного не происходит. Хоть огонь уже не маленький, его можно погасить. Но в считанные мгновения он увеличивается в размерах и перекидывается на территорию. Хозяин дома заметил пожар, когда услышал уведомление на телефоне о движении возле двери. Когда он выбежал наружу, огонь уже перекинулся на дом. Мужчина попытался потушить пожар, но с одним огнетушителем тут не управишься. Поэтому он приказал своей семье немедленно покинуть дом через задний вход. Дом пострадал серьезно, но благодаря камере в дверном звонке и уведомлению все жильцы были спасены. На этих кадрах хозяйка дома спокойно занимается домашними делами. Она собирается постирать вещи. Она уже стоит с вещами возле постирочной, но почему-то замирает и не двигается. Благодаря звуку с камеры можно понять, почему это так. Доносится жалобный мужской голос, который просит женщину помочь ему. Вроде бы ничего, но по словам женщины, в тот день она была совершенно одна. Как мы видим, поблизости никого нет, но кто это мог быть? В попытке выяснить это и защитить дом от возможного вора, женщина вызвала полицию. Рассказала им про инцидент и включила запись. Полицейские обыскали все вокруг, но никого не нашли. Запись шокировала их не меньше, чем саму женщину. До сих пор неизвестно, кто в тот день разговаривал с женщиной. Может быть у вас есть своя версия? Кто по-вашему просил помощи? Поделитесь мыслями в комментариях и смотрите дальше, ведь впереди вас ждет еще больше странных и необъяснимых видео, которые сняты уже не на камеру дверного звонка, но они не менее. Отель – отличное место, где можно отдохнуть, как следует выспаться и просто классно провести время. Правда только в том случае, если вам не будет мешать кричащий призрак. Постояльцы отеля Wingate знают о таком непонаслышке. На этих кадрах мы видим сотрудника отеля Wingate в Иллинойсе. Он делал обычный обход по второму этажу и осматривал коридор, когда услышал жуткий крик из одного из номеров. Сотрудник открыл дверь, вошел внутрь, но никого не обнаружил. Номер был пуст и готов к новому постояльцу, но после такого вряд ли кто-нибудь захотел бы туда заселиться. Эта запись начинается с того, как какой-то парень устанавливает камеру видеонаблюдения в детской. Позади стоит девочка, вероятно его сестра. Кажется, что что-то необъяснимое и жуткое уже происходило в этой детской до этого. Но не зря ведь парень заморочился с камерой. Так и оказалось. Посреди ночи произошел пугающий эпизод. Сначала мы видим шевеление одеяла, а затем девочка начала сползать с кровати. Это можно было бы списать на то, что она просто спала на краю и свалилась вниз, но посмотрите, ее что-то буквально тянет за ноги. Плюс неподалеку мелькает какой-то силуэт. Удивительно, что девочка при этом спала как убитая и проснулась лишь через некоторое время, не понимая, что произошло. Как рассказал автор следующего видео, посреди ночи он почувствовал чье-то присутствие. Проснувшись, он тут же схватил телефон и фонарик и начал снимать зеркало. В нем мы видим жуткую тень, напоминающую человеческую. Всякий раз, когда оператор наводит фонарь на зеркало, тень появляется и шевелится. Это не может быть силуэт с улицы или блик комнаты. Видны четкие контуры настоящей тени. Кажется, что эта тень словно жила внутри зеркала. Может, это действительно было нечто паранормальное? Как-никак не даром говорят, что зеркала – это порталы в параллельной измерении миры. Может, в ту ночь оператор заснял сущность, которая проникла в наш мир, как в фильме «Астрал» или «Зеркалах». Потому что иначе объяснить это видео невозможно. Тени и силуэты – частые герои необъяснимых видео. И следующее не исключение. Неизвестно, где именно снят этот фрагмент, но, как видно, оператор снимает монитор, который показывает изображение с камер видеонаблюдения. Около полуночи произошло нечто жуткое. Обратите внимание на левую часть экрана. Некий белый силуэт возникает из тени и стремительно несется вперед. Движение было очень быстрым. Как видно, по часам не прошло и секунды. Судя по видео, непонятно, то ли это мистический объект скользил по земле, то ли летел невысоко над землей. Да и непонятно, что это за объект вовсе. Возможно, это обычный артефакт или блик на линзе камеры. Возможно, какое-нибудь насекомое. Возможно, как считают многие пользователи, камера запечатлела силуэт привидения. Если на предыдущем видео все-таки был настоящий призрак, значит ли это, что паранормальное явление никакая не выдумка? Похоже на то. По крайней мере, это может подтвердить происходящее на следующем видео. Камера установлена в доме на кухне. Жильцы оставили ее там, чтобы увидеть причину странностей, происходивших на кухне в последнее время. Судя по всему, причиной был полтергейст. Как вы видите, дверцы открываются сами по себе, а предметы буквально летают по кухне. За короткий промежуток времени почти вся посуда оказалась на полу, и почти все дверцы открылись сами собой. Не похоже, что кто-то дергает предметы за веревочки, поэтому вряд ли это постанова. Это скорее похоже на сюжет фильма «Паранормальное явление». Только все происходит по-настоящему. И у нас вновь видео с камерой видеонаблюдения. На этот раз камера установлена во дворе жилого дома, прямо напротив входных ворот. Поначалу все спокойно. Мы видим обычную ночную картину, но вскоре спокойствие нарушает нечто необъяснимое. А точнее, некто. Человек появляется за воротами, и через несколько мгновений он проходит прямо сквозь них. Мы видели, что ворота не открывались, и что человек не протискивался между прутьев решетки. Он именно прошел насквозь, оказавшись на другой стороне. Хоть и стоит тьма, мы можем разглядеть этого человека. По виду это обычный мужчина в шортах. Он не похож на какого-нибудь монстра или человека с суперспособностями. Но как ему удалось пройти сквозь ворота? Эпизод на видео расследовали даже в полиции, но эксперты не смогли дать никаких ответов. Может это был глюк в Матрице? В обществе ходят разговоры о том, что весь наш мир – это Матрица и компьютерная симуляция. А мы лишь персонажи, словно в компьютерной игре. Теория на самом деле интересная. Если мы действительно в Матрице, то программа иногда должна давать сбои. Что проявляется в странностях в мире? Перед вами именно такая странность. Здесь совошлось без призраков и полтергейстов. На видео лишь сосулька. Но присмотритесь внимательнее. Видите, как она висит? Обе части сосульки подвешены в воздухе и ни за что не держатся. Снизу их тоже ничего не подпирает. Что это, если не глюк в Матрице? Хотя, может, это неизвестное физическое явление, которое пока не изучили ученые? А вот кое-что еще подвисшее в воздухе. Доставщику Амазона пришлось приостановить свою работу, чтобы заснять метлу, парящую в воздухе. Она буквально застыла на ровном месте и не двигается. Причем мы видим, что ее ничего не удерживает. На иллюзию это тоже не похоже. Скорее, это похоже на то, что кто-то из игроков в квиддич свалился с метлы, и та осталась в воздухе. В любом случае, объяснить это видео крайне трудно. Пару лет назад камеры видеонаблюдения, установленные в Нерчинском краеведческом музее, засняли странности, которые происходили там ночью. Охранник погасил свет и покинул помещение. И вскоре после этого в зале возник плавающий шар. Поначалу это можно было списать на артефакты камеры, или же блики. Но мы видим, что это именно объект, который перемещается по музею. Многие люди уверены, что этот шар связан с паранормальщиной. В этом есть своя логика, ведь Нерчинский музей уже издавна славится странностями. Еще около семи лет назад сотрудники музея рассказывали, что в музее живет призрак, шаги которого слышны по ночам. Также они рассказывали, что ощущали что-то присутствие в залах музея. Хоть там никого и не было. Сотрудники говорят, что кем бы это нечто ни было, оно совершенно безобидное, но от этого все же легче не становится. Мы все знаем, что такое автомобильная авария. Машины сталкиваются друг с другом, наезжают на препятствия, влетают в бордюры, сбивают пешеходов и так далее. Но некоторые аварии на дорогах сильно отличаются от остальных. В сети можно найти несколько роликов, на которых автомобили разбиваются буквально о воздух. Они могут ехать по прямой и ровной дороге, как вдруг в них словно что-то влетает, и на ровном месте водитель попадает в аварию. Причем аварии могут быть серьезными. Машину может подкинуть или перевернуть, или у нее даже может остаться большая вмятина. Все это можно было бы списать на провода, за которые цепляются машины или выбоины на дорогах. Но на большинстве роликов нет ни того, ни другого. Машины разбиваются прямо на ровном месте, и это невозможно объяснить. Странные аварии на дорогах по-настоящему пугают, но еще сильнее пугает существо, которое засняли на камеру в деревне индийского штата Карнатака. Мы видим жуткое нечто, чье лицо скрыто под маской. Как рассказали жители деревни, существо погубило несколько местных домашних животных. Кто знает, может это вымышленная история, а этого нечто играет обычный ребенок в гриме. Но что, если это неведанное создание действительно живет с нами на одной планете? Не исключено, что оно нагрянет и в другие деревни. А это уже более безобидные кадры. Мы видим девочку, которая играет с куклами. Она общается с куклами, воображая вымышленную ситуацию. В какой-то момент второй кукле это надоело, и она резко повернула голову. Как такое могло произойти? Ведь видно, что девочка не поворачивала ее сама. Да и конструкция головы куклы вряд ли такая, чтобы игрушка могла вертеть головой, словно живая. Женщина по имени Дебби, Мэрик, приобрела набор из трех кукол, после чего в ее семье начали происходить странные вещи. Дебби обвиняла во всем одну из кукол, которую принесла на утреннее телешоу. Кукла дала о себе знать и там. Во время эфира кукла начала поворачиваться на кресле. Видно, что двигаться кресло-качалка начало само. Никто его не подталкивал. Может быть, эта кукла и правда проклята? Ведь, как говорит сама Дебби, игрушка может быть живой. Ее муж однажды проснулся со странными царапинами на теле, и она утверждает, что, возможно, это были проделки той самой куклы. Несколько лет назад жители Гондураса были потрясены произошедшим на одном из эфиров утренней передачи. Ведущие делятся свежими новостями и общаются. Не происходит ничего необычного. Ну а только до тех пор, пока стакан, стоящий на столе, не начинает двигаться. Он скользит по ровному столу так, словно кто-то ведет его магнитом под столом. Но нет никаких магнитов. Стол прозрачный, и мы видим, что под ним нет ничего. Да и какие вообще магниты? Стакан ведь стеклянный. Вскоре паранормальщина прекратилась, и стакан остановился. Один из ведущих передвижения не заметил, но второй посмотрел на стакан прямо в момент его движения. Видно, что ведущему стало немного не по себе от этого, но он сумел сохранить выдержку и не дал волю эмоциям. Любите ли вы футбол? Часто ли смотрите матчи? Если вы заядлый фанат футбола, то когда будете смотреть очередной матч, почаще обращайте внимание на трибуны и места за пределами поля. Там нередко творится какая-то чертовщина. Например, на этих кадрах мы видим остановку матча. Игру готовится пробивать свободный удар. В это время камера засняла странную фигуру, которая молниеносно бежит рядом с пулем. А потом она исчезает. Многие говорят, что это сбой камеры или артефакт на линзе. Но ведь фигуру сняли с разных ракурсов. Да и для артефакта эта фигура слишком уж четкая. К тому же есть еще одно пугающее видео с футбольного матча. Здесь вратарь готовится ввести мяч в игру. В то время как на трибунах творится какая-то паранормальщина. Фигура несется сквозь трибуны с невероятной скоростью. Можно подумать, что это фанат, но пробежать на такой лютой скорости через заполненные ряды невозможно. Фигура словно прозрачная. Раз так легко рассекает между людей, которые ее даже не видят, могли бы это быть призрак? Перенесемся на еще один стадион. На этот раз действие происходит в Лондоне, на разминке перед очередным футбольным матчем. Нас интересует ни поле, ни даже ни трибуны. Небо. В начале видео небо озаряет внезапная вспышка, после чего появляется оранжевый шар, который начинает медленно опускаться сверху. Он парит несколько секунд и потом исчезает. Кажется, что ни игроки, ни зрители этого явления не заметили, но на камере все сохранилось. Но что это вообще было? Кто-то считает, что свет мог исходить от дрона или другого беспилотника. Версия неплохая, но почему тогда вспышка исчезла буквально в одно мгновение? И разве дроны вообще так светятся? С футбольными полями вообще творится что-то странное. Кажется, что футбол буквально притягивает паранормальные явления, которые происходят на зеленом газоне слишком уж часто. Очередное такое явление попало в эфир передачи, в которой разбирался только что прошедший футбольный матч. Пока ведущие и эксперты обсуждали игру, рабочие приводили поле в порядок. Мы видим, как один из них проходился по полю с газонокосилкой. Он доходит до края поля и просто исчезает. Он буквально испарился в одно мгновение. Вскоре с поля исчезает еще один человек. Скептики считают, что рабочие никуда не исчезли, и что их испарение – это лишь иллюзия, вызванная видеомонтажом. Но многие пользователи с ними не согласны. Они считают, что видеомонтаж тут ни при чем, и что в прямой эфир попала настоящая паранормальщина. О какого мнения придерживаетесь вы? И еще немного о спорте. В 2016 году во время эстафеты по биатлону телезрители могли наблюдать загадочное явление. В прямом эфире камера засняла полупрозрачную тень. На фоне белого снега ее едва ли заметно. Но если приглядеться, то можно разглядеть нечто напоминающее фигуру человека. Силуэт промчался через трассу, пересек стрельбище и скрылся за пределами камеры. Здесь не все так однозначно, как с предыдущими роликами. Все-таки фигуру разглядеть действительно непросто. Так что не исключено, что это вовсе не фигура, а обычный световой артефакт на линзе камеры. Но не исключено и то, что камера действительно запечатлела что-то паранормальное. Странности и загадки в прямом эфире – это не самое редкое явление. В этом вы уже убедились и убедитесь еще, ведь впереди вас ждет еще несколько очень пугающих моментов с онлайн-трансляцией. Прямые эфиры – это не только спортивные события и новости. Это еще и стримы, которые в последние годы набрали огромную популярность. Некоторые стримы получаются незабываемыми. Например, этот. Стример вел эфир и общался со зрителями, в то время как в его квартире начали происходить жуткие вещи. Сначала одна из дверей резко закрылась. Также во всем доме начал мигать и гаснуть свет. Коробка, стоящая на столе, резко с него слетела. Что именно это было? Постановка и пранк, чтобы привлечь новую аудиторию? Или в доме стримера действительно завелся полтергейст? Как думаете? Странности творились и в эфире другого стримера. Парень общается со своими зрителями. Ничего не предвещает беды, как вдруг на стене позади него появляется какое-то пятно. Это можно было списать на каплю, попавшую на объектив. Но нет. Через пару секунд пятно исчезло так же быстро, как и появилось, а стример испугался. Неизвестно, что именно это было. Сам стример позже сказал, что надеется, что появившееся пятно – это результат неполадок с камерой. Не знаю, прав ли он, но спокойно спать в этом доме теперь он вряд ли сможет. А теперь давайте вернемся к ведущим новостей. На кадрах мы видим женщину, которая ведет репортаж с эстакадой. Ни она сама, ни оператор не заметили ничего странного, когда работали. Но уже при просмотре от снятого материала выяснилось, что в кадр попало что-то паранормальное. Мы можем увидеть странную темноватую тень, парящую над обочиной трассы. Многие пользователи предположили, что тенью мог быть выходец. Привидение с того света? Совпадение или нет, но женщина вела репортаж о смертельном ДТП, которое недавно произошло на этой трассе. Может быть, в кадр действительно попал призрак погибшего? Похожая ситуация и в этом случае. Место действия – Северная Америка. У девушки берут интервью, в то время как за ее спиной происходит кое-что интересное и пугающее. Во время прямого эфира камера уловила появление жуткого и неизвестного существа за спиной девушки. Существо появляется неизвестно откуда. Направляется в сторону девушки и оператора, а затем исчезает, оказавшись вне кадра. Что это могло быть? Неведанное создание с недобрыми намерениями? Неизвестные науки вид животного? Или же это было обычное существо, в котором не разглядеть что-то узнаваемое из-за не самого лучшего качества съемки? Где как не в старинных замках стоит искать паранормальщину? Именно так подумала съемочная группа, которая отправилась в замок в Америке, в котором, как считалось, водится привидение. Съемочной группе удалось убедиться в этом лично и заснять все на видео. В прямом эфире зрители увидели белое облачко, пролетевшее позади ведущей. Объект быстро пролетел над кроватью и вскоре испарился. Все это можно было бы списать на пыль или световое отражение. Но объект не похож ни на то, ни на другое. Двигается он так, словно это что-то иное. Что это, если не небольшой призрак? Паранормальные явления могут происходить и с высокопоставленными чиновниками. Видео от Sky News отличное тому подтверждение. Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак выходит из здания с папкой красного цвета в руках. Канцлер заходит за припаркованный автомобиль, проходит несколько метров, вновь появляется в объективе в полный рост и папка у него теперь зеленого цвета. Риши не останавливался, оператор вел съемку плавно. Выглядит, будто тут нет никакого монтажа. Но что тогда произошло? Неужели мы увидели паранормальный глюк в реальности? На ум первый приходит именно эта версия. Но есть еще одна, которую продвигают некоторые теоретики. Они считают, что политики такой величины, как Риши, способны манипулировать людьми и обладают сверхъестественными способностями. Одну из которых мы увидели в этом ролике. И напоследок самая ядерная подборка. Разрушительные камнепады. Начнем с одного из самых зрелищных и ужасающих обвалов, которые когда-либо снимали на камеру. Он произошел в 2004 году в японском городе Нара. На кадрах перекрытый участок горной дороги. Его перекрыли специалисты, которых нет в кадре, и которые осматривают повреждения. Пока что не происходит ничего страшного. Как вдруг начинает сходить разрушительный оползень. По ощущениям, буквально пол горы сползает вниз, разрушает дорогу, утягивает за собой деревья со столбами и уничтожает все на своем пути. Оползень движется в обрыв, и через несколько секунд все прекращается. За эти несколько секунд сместилось несколько тонн почвы, была уничтожена дорога, ну а специалистам пришлось осматривать новые повреждения. Вот так все выглядит с аэроснимка. Что невероятно, несмотря на такой ужасающий оползень, никто даже не пострадал. Сложно даже представить, что чувствовали эти люди, когда на их глазах гора буквально таяла. Это произошло в начале марта 2019 года в Кашмире, который контролируется Индией. Куски горной породы и деревьев отсыпались от горы так легко, будто это какое-то печенье, а не твердая масса. По итогу в горе осталась целая дыра. Удивительно, что такое может произойти в считанные секунды. К счастью, в этом случае никто не пострадал, однако дорогу пришлось перекрыть. А вот еще кое-что более жутко. Этот инцидент тоже произошел в Индии, в штате Химчал-Прадеш. На кадрах можно увидеть, как с горы начинает сыпаться земля, а затем съезжает ее огромный пласт. Особенно жутко видеть последнее. Визуально кажется, словно гора рухнула. В отличие от предыдущих случаев, пласт не улетел куда-то вниз сразу, а лишь сполз на несколько десятков метров, после чего медленно продолжил движение. Как итог, разрушенное шоссе, разрушенная гора и незабываемые эмоции, которые получили очевидцы. Пока что все случаи, которые я вам показал, происходили на достаточно далеком расстоянии от людей, но теперь градус напряжения поднимается. На этих кадрах мы видим машину с водителем. Он проезжал по горной дороге. Водитель заметил, что с горы что-то сыплется, поэтому тут же остановился и начал ехать назад. Вскоре с горы сошел большой оползень, который мог прикончить водителя, если бы он ехал лишь на несколько секунд быстрее. Следом ситуация. На высокогорной дороге водители успели остановиться до того, как их задавило бы этим разрушительным камнепадом. Теперь им придется искать объезд, ведь эта дорога разрушена. Вот подобный случай только заснятый с большего расстояния. С горы летят валуны, которые разбивают дорогу и падают в реку. Когда кажется, что все закончилось, начинается вторая волна, и еще больше валунов разносят дорогу в пух и прах. Примерно так это выглядит вблизи. Случай другой, но можно как следует оценить всю разрушительную силу камнепадов. В море. Не стоит думать, что оползни связаны только с горами. Такой природный катаклизм может произойти и на равнинной поверхности, что подтверждает следующий ролик, снятый в Норвегии пару лет назад. Мы видим прибрежный населенный пункт с несколькими домами, который вдруг начинает отрываться от главной суши. Огромный пласт земли просто уползает в море, словно его оторвали, как клочок бумаги. Настолько все легко происходит. Спустя некоторое время массив тонет вместе с постройками. Целых 8 домов из суши шириной более 600 метров оказались под водой. После этого дома выбросило обратно на берег. Можно увидеть, во что все это превратилось. Настоящий хаос после катастрофы. Радует только, что в результате катаклизма никто не пострадал. Представьте, вы находитесь у подножия горы, и на вас на бешеной скорости летят десятки многотонных булыжников и валунов, которые уничтожают все на своем пути. Думаю, никому не хотелось бы увидеть такую картину вживую. К сожалению, жителям Индии пришлось столкнуться именно с таким феноменом. Но они все равно засняли все на видео. По всей видимости, гигантский камнепад был вызван сезоном муссонных ливней в Индии, которые провоцируют разрушительные катаклизмы. Несмотря на всю разрушительность и жуть оползней и камнепадов, стоит признать, что некоторые из них выглядят достаточно красиво и захватывающе. Например, этот камнепад, сошедший с горы в швейцарском Прионсо. Огромные вулоны сходят широким пластом, уничтожая лес под собой. Когда камнепад завершился, были сняты кадры снизу у подножия горы, и теперь мы можем увидеть последствия. Один из самых жутких оползней за последние годы произошел в Мьянме. В 2020 году, в начале июля, на местной нефритовой шахте случилась катастрофа. Ривневые дожди размыли горы, и произошел массивный оползень. Огромная груда горной породы упала в карьер, что привело к возникновению грязевой волны 6-метровой высоты. На кадрах видно, как горняки пытаются всеми силами спастись от надвигающейся волны. Кому-то удалось убежать, кого-то волна все-таки накрыла. Каким-то чудесным образом, некоторым из тех, кого волна накрыла, удалось выжить и выбраться на сушу. Но даже так катастрофа стала одной из самых разрушительных за всю историю страны. Гималай Покорение гималайских гор – занятие очень опасное, рискованное и даже смертоносное. Тут тебе и экстремальная погода, и сложные маршруты, и волны, которые могут начать катиться в любую секунду. Альпинисты засняли именно такие кадры, когда в Гималаях возник мощный камнепад. Труда камней, булыжников и прочей горной породы понеслась вниз и сорвалась в ущелье. Массы было так много, и двигалась она так быстро, что в какой-то момент возник каменный водопад, который перемалывал всю на своем пути. К счастью, людей камни не задели. Они успели отойти на безопасное расстояние. И мы снова на горе. На этот раз на стратовулкане Рейнир в американском штате Вашингтон. Большой камнепад на американском леднике был снят альпинистами, которые находились неподалеку. Этот камнепад, произошедший в 2011-м, стал одним из самых больших за всю историю. Камни, лед, снег, пыль и все остальное скатывалось со склона горы с грохотом, который можно было услышать и почувствовать на расстоянии многих километров. На очереди один из самых свежих инцидентов, который произошел в начале 2022 года. На кадрах туристы, которые катаются на лодках в известном туристическом месте бразильского штата Минос-Жерайс. Внезапно от скалы откалывается огромный кусок, который падает прямиком на лодке туристов. В результате падения три судна были повреждены. Два из них затонули, а более 30 человек получили травмы. Наиболее вероятной причиной инцидента стал напор воды в районе каньонов. Геологи считают, что он вызвал обрушение скал и скальных сооружений. Жутко, насколько быстро все может произойти и как приятный отдых в считанные секунды может стать настоящим кошмаром. Уползень в Шэньчжэне 20 декабря 2015 года крупный город Шэньчжэнь, расположенный на юго-востоке Китая, подвергся сходу огромного оползня. Колоссальный обвал произошел в новом районе Гуанмин и засыпал гигантскую площадь в 110 квадратных метров, превратив ее в море рыжей грязи. Оползень был настолько огромным и разрушительным, что в некоторых местах свой грязи достигал 10 метров. Катаклизм уничтожил более трех десятков зданий, включая жилые постройки, а также офисы, фабрики и цеха. Обычно такие катаклизмы происходят сами по себе из-за тех или иных природных аномалий, но в этом случае виноваты были люди. В течение двух лет оставшуюся после строительных работ землю сбрасывали недалеко от промышленной зоны, без соблюдения правил безопасности. Когда на Гуанмин обрушились проливные дожди, они размыли почву и привели к сходу мусорной горы, которая превратилась в оползень и смела все на своем пути. Следующее видео начинается с того, как камера снимает обычный горный лес. Вдруг оползень из камней и грязи начинает сходить с вершины горы. Он несется вниз, попутно вырывая деревья с корнем. Выглядит это очень мощно и жутко. Мне это напомнило сцены из Лоста, когда монстр на острове также вырывал деревья в джунглях. И вот оползень уже достигает низа и приближается к оператору. Кажется, все миновало, но не тут-то было. Спустя несколько секунд с вершины сходит второй оползень. Мы вновь возвращаемся к горным дорогам, по которым опасно ездить. В этом убедился герой следующего ролика, который двигался по одной из дорог Аляски. Как вдруг остановился. Впереди он обнаружил камни, которые падали на дорогу. С каждой секундой камней становилось все больше и больше. И вот уже через пару секунд начали падать деревья. Следующие кадры подошли бы для какого-нибудь фильма-катастрофы, ведь здесь разворачивается настоящий экшен. Туристы из Боливии пытались пройти пешком по тропе в районе местных гор. Как вдруг начинает сходить оползень. Он проходит прямо сквозь пешую тропу, и туристы разбегаются в разные стороны. Одни бегут наверх, а другие бегут вниз. Кому-то не удалось проскочить, и грязевой поток засосал их. На кадрах видно, как люди медленно катятся вниз вместе со всей разрушительной массой. Вы уже убедились, что оползни могут быть серийными. Сначала идет одна волна, потом вторая. Именно такое произошло пару лет назад в Пакистане. Только на этот раз серия колоссальных оползней оказалась настолько мощной, что она буквально создала реку из грязи и крупных камней. Грязевая река, которая сходила вниз, уничтожала всех и все на своем пути, включая здание внизу. От многих не осталось и следа. Может показаться, что этот оползень продолжался несколько минут или часов, но этот катаклизм оказался куда более стойким. Оползни продолжали серийно настигать город на протяжении нескольких дней, не давая местным жителям покоя. Многие из них не могли эвакуироваться, ведь никто не рисковал перейти через образовавшуюся грязевую реку. Этот катаклизм стал одним из самых серьезных за всю историю Пакистана. И напоследок немного о последствиях, которые остаются после схода оползней и камнепадов. Например, это последствия работы волунов в Италии. В 2014 году на севере Италии из-за оползня произошел обвал скалы, в результате которого тяжелые волуны на огромной скорости прокатились несколько сотен метров и буквально смели преграждавшую им путь постройку. Самый быстрый волун уничтожил сарай, возведенный еще в 18 веке, и покатился дальше. А самый крупный камень чудом остановился лишь в паре метров от жилого двухэтажного дома с людьми. Это невероятное везение. Да и вообще повезло всем, ведь никто не пострадал. Ну а следы камней пада говорят сами за себя. За собой эти волуны не оставили ничего. А вот эпичные последствия оползня, который произошел вблизи города Куско, в Перу. Земля буквально разошлась по швам. От холма отвалился гигантский кусок, который весь покрылся глубокими трещинами и разломами. Жутко, что от такого никто не застрахован. И все-таки жизнь в горах хоть и интересная, но очень опасная.